Дорогие братья и сёстры, скажем слава нашему Господу! Господь сегодня благ, и Он сегодня даёт нам возможность быть в Доме Божьем. Я хотел бы делиться сегодня словом, которое сегодня так важно и необходимо для нас, верующих. Во время, в которое мы живём, это очень историческое время. Это время, в которое Бог совершает очень много, даже того, что иногда нам непонятно, но Бог его делает, потому что это Его святая угодная воля. Я бы прежде немножко хотел вернуться к вчерашнему мероприятию, которое происходило в этой церкви, и поблагодарить служителей ещё раз, поблагодарить вас как церковь. Потому что вчера это было, я бы сказал, участие в страданиях святых. Когда здесь было около 200 человек, около 50 детей с особыми нуждами, и 30 детей, которые были здоровыми детьми. И это было хорошее время услышать слово для этих родителей. И родители были, мы так смотрели, считали, около 15 церквей города Портланда. Я просто благодарен Богу. Я понимаю полную ответственность того, что сейчас, находясь на этом месте, мы иногда не осознаём, что делает Бог, мы думаем, как больно, как жалко, как сложно. Но я знаю точно, что Иисус Христос в своей совершенной воле дал мне Сына, который родился в моей семье. И у меня была привилегия быть Его Отцом, служить Ему, как Иисусу, который сегодня уже на небе, ребёнок с особыми нуждами, который не разговаривал в своей жизни, но очень много мне сказал. И вы знаете, я бы посоветовал вам, даже если у вас нету таких детей, посмотреть это видео этого вчерашнего мероприятия просто своими глазами. Я верю, что Бог многое вам откроет. И когда вчера мы пришли сюда, вы знаете, что больше всего меня затронуло? Когда около 50 человек молодёжи с разных церквей всё это дело волонтировали, всё делали, устраивали, они забрали этих детей, я как раз вышел в коридор, там столкновение, там сколько народа детей, и они распределяли этих детей в разные классы, и потом остались здесь родители, мы просто служили им свидетельством, и пастор Руди Дюк служил словом, служителям молились за эти семьи. Вы знаете, я увидел великий план Божий. Бог иногда намеренно позволяет нам встречаться с такими людьми, посмотреть на нашу реакцию, как мы проявим любовь к таким людям, как мы отнесёмся к ним. Вы знаете, я даже посмотрел, так интересный Господь. Мы ехали в машине, я просто размышлял с одним братом, говорю, слушай, ты представляешь, как у Бога всё классно. Эти молодые люди, они служили этим детям. Это же такая прекрасная возможность для молодёжи встретиться с разных церквей, послужить этим людям, братьям увидеть сестёр в действии на этих будущих мам. Она как служит. Сёстрам увидеть будущих пап, как они служат этим детям. У Бога всё всегда хорошо. У Него всё всегда прекрасно. И вы знаете, некоторые свидетельства, которые затронули меня, это то, что один человек говорит, ты знаешь, я 9 лет работал с человеком на своей работе, и я даже не знал, и он даже не знал, что у нас есть особые дети. И когда мы здесь встретились, мы узнали, что у нас есть такие дети. То есть мы иногда, насколько даже боимся открыться, что даже не знали. Вы знаете, это меня затрагивает, потому что у Бога всегда есть исцеление для тела Христова. Когда Он работает, Он работает в теле Христовом. Если страдает один член, страдает всё тело. Это неотъемлемо. Я думаю, что нам много Бог открывает, особенно, когда служители здесь молились. Пастор, когда молился, я просто увидел в его глазах слёзы. И это просто, насколько близко для таких родителей, когда ты видишь, я не один. Мы в теле, мы вместе. Мы сможем пройти всё в этой жизни. И это важно. Я думаю, что когда мы придём на небо, Бог спросит нам, сколько раз Он посылал Иисуса в нашу жизнь. Того Иисуса, который, может, плохо сидел на инвалидной коляске, может, у Него слюна текла, может, может, он плохо себя вёл, может, может, он был каким-то ребёнком, которого было сложно понять. Это Иисус в Нём для тебя, для того, чтобы ты отреагировал на Него. И вы знаете, одна мама подошла, она очень тронула моё сердце. Она говорит, ты знаешь, моей дочери 28 лет. Она особый ребёнок. Она отстаёт в развитии. У меня 10 детей. И когда я узнала, что моя дочь может петь на сцене, потому что эти дети именно служили, они пели, рассказывали христиотворения, играли, особенно вот здесь вот мальчик, молодой парень, даун синдром, он так играл. Это просто, у них есть таланты дорогие. И мама говорит, моё сердце было просто переполнено, что я могу увидеть своего ребёнка, когда она поёт и славит Бога. Потому что она меня спрашивала, мама, вот девять все поют, девять все говорят, девять все рассказывают, а я ей не могу объяснить, что ей нельзя на сцену, что ей как-то... А вчера можно было. Я верю, что будет много раз можно. Я верю, что Бог подымет этих людей, и Он начнёт нас учить, здоровых людей учить. И мне нравится выражение, которое сказал Ник Вуйчик. Вы знаете, никого Вуйчиков нету, ни рук, ни ног. Бог, это не то, что Он попал в аварию, Он таким родился. И Он сказал очень известное, хорошее выражение. Он сказал, Бог выбрал человека без рук и без ног, чтобы идти к тем, в котором есть руки и ноги, и говорить им о Боге. И внизу Он написал, не я написал мою историю, Бог её написал. Вы знаете, у Бога есть интересная история. И я бы не хотел терять нашего времени. Я больше хотел сегодня служить словом. Если у вас будет желание больше узнать о нашем служении для людей с особыми нуждами, вы можете подойти там в конце служения к столику, и там взять и карточки, и диски, и просто больше, если вы желаете участвовать в этом, пусть Бог благословит вас, потому что это особое служение. Я просто знаю, что оно очень многих касается. Оно изменяет здоровых людей. Оно изменило мою жизнь. Оно изменило жизнь многих родителей. Я бы сегодня хотел обратиться к Слову Божьему. Давайте мы откроем книгу Иова. Я сегодня буду говорить о нескольких персонажах Библии. Мне понравилось очень выражение, которое пел наш хор. Это быть побеждающим Христа встречающим. Вот я хотел бы сегодня говорить об этом. Что церковь должна быть побеждающая Христа встречающая. Вы знаете, это не совсем всегда легко. Это не совсем всегда побеждать и готовым быть встречать. И сегодня я хотел бы вот посмотреть на нашу жизнь глазами Бога через книгу Иова. И вчера мы делали очень интересную видеозапись одной семьи. Вы знаете, меня потрясло их непотрясающее свидетельство. У них шесть детей. Трое из них не слышат. И он говорит, в нашей жизни была очень сложная ситуация. У нас было дело до развода. У нашей дочери были желания даже покончить жить самоубийством. Мы говорим о христианстве, где есть такие семьи. Так мы же верующие. То есть мы иногда просто, когда заглянем в сердце людей, которые страдают, Господь, как это происходит? Но сегодня это абсолютно здоровая семья. Абсолютно счастливая семья. Мы были у них вечером с супругой на ужине. Это такая прекрасная семья, когда родители и молодые люди, их дети, сидят вместе за столом, ждут гостей. Более взрослые поколения, молодое поколение вместе, они говорят о своей жизни, говорят о своих трудностях. Но сегодня это совершенно здоровые люди. у меня был один и единственный вопрос. Что произошло? Как пришло это исцеление? Как произошло то, что вы сегодня такие счастливые, такие радостные? И он поделился очень интересной вещью. Эта вещь называется сила благодарения. Он говорит, когда я понял, что Бог, я позвал одного служителя в свой дом и много раз звал. И говорит, однажды я позвал человека, я слышал, что через него очень много исцелений. Он приехал к нам домой, мы стали молиться. Я, говорит, думал, что он скажет что-то об исцелении, что-то о том, что Бог сделает. И он сказал, Бог мне открыл очень простое, чтобы ты начал благодарить Господа за своих детей. Сила в благодарение. Как в благодарение? За что благодарить Господа? За то, что у меня трое детей, которые не слышат? Как это можно благодарить? Вы знаете, он говорит, я начал благодарить устами, но я закончил благодарить сердцем. И моя семья начала исцеляться. Начали налаживаться отношения с моей супругой. Начали отношения налаживаться с моими детьми. Сегодня одни здоровые. Мало того, его дочь, которой 19 лет, которая очень плохо слышит, которая читает вас по губам, разговаривает на трех языках, sign language, руками, она разговаривает на английском и на русском. Она читает вас губами, она до конца не слышит, даже с аппаратами. Она закончила библейскую школу, она говорит, интересную вещь, пап, когда мы молились в библейской школе, я начала слышать, я сказала, Иисус, только не сейчас. Он говорит, дочка, как это? Она говорит, пап, а я же всегда мечтала поехать в Индию, а я же всегда хотела служить глухонемым, а если я буду слышать, я не смогу их понять, они меня не примут в свой круг. Дорогие, сила в благодарении того, кто ты есть, кем Бог тебя сотворил, кем Он тебя призвал быть на этой земле, это сила благодарения, которая не всегда происходит в нашей жизни, но если мы понимаем, что Бог нас сотворил теми, кто мы есть, и мы благодарим Его за это, происходят невероятные вещи. Сегодня она закончила библейскую школу, она находится в Индии, она уже работает с 20 детьми. Наши русские люди, русскоговорящие молодежь, которые имели образование, она училась на консультанта, она оставила работу, она поехала сейчас в Индию, и она хочет открыть там библейскую школу для глухонемых. Я бы хотел открыть книгу Иова, 42 главу. Я думаю, что вы все знаете историю Иова. Я думаю, что иногда не хочется говорить об этой книге. Особенно в век 21, где у нас для тех, которые живут в Америке, которые живут в Европе, мир прогресса, мир такого великого устройства, когда у нас есть все для этой жизни. У нас есть дома, у нас есть не одна машина, у нас есть все, что нам нужно. Мы можем полететь, куда захотим, на векейшены поехать, все, что мы хотим, мы можем сделать. Поэтому сегодня как бы говорить о книге Иова не очень так интересно. Но я хотел бы сегодня говорить почему, потому что Иов говорит, после всего того, что произошло в его жизни, после всех этих потрясений, 42 глава, он сказал, 5 стих, «Я слышал о тебе слухом ухом, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Я хотел бы, чтобы мы посмотрели несколько вещей. Иов говорит, что он слышал о Боге, о тебе слухом уха. Дорогие, иногда в нашей жизни мы приходим в церковь, мы посещаем собрания, потому что нужно, потому что воскресенье пришло, и мы слухом, даже не своего уха, слышим о Боге. Интересно, Иов это был человек, о котором Бог сказал, что он был праведен, он не согрешил, сам Бог засвидетельствовал об этом о Иове, но вдруг Иов говорит о себе совершенно другое, он говорит, что я слышал о тебе слухом уха. Знаете, мне сейчас приходит одна очень интересная история. Однажды встретились два друга, и он говорит, слушай, помоги мне советом, я не знаю, что делать. Ситуация очень сложная, мы живем в однокомнатной квартире, и у нас 10 детей в однокомнатной квартире, жизнь невыносима. Он говорит, я тебе дам совет, но ты обещаешь, что ты его выполнишь? Он говорит, ну да, он говорит, я точно хочу быть уверенным, все, нет проблем. Он говорит, пойди на базар и купи 10 баранов, и приведи их себе в однокомнатную квартиру. Он говорит, ты что мне за совет даешь? Он говорит, ну ты же обещал. Ну да, обещал. Ну хорошо, пошел, купил 10 баранов, привел в однокомнатную квартиру, 10 детей, 10 баранов. невыносимая жизнь. Через неделю приходит и говорит, слушай, я больше не могу, я просто не могу, это невозможно. Он говорит, хорошо, ты готов послушать следующий совет? Я, говорит, уже не знаю, что ты будешь советовать. Пойди, говорит, 10 баранов продай, и пусть у тебя останется только 10 детей в квартире. Пошел, продал, приходит, говорит, слушай, так легко, так классно, такая большая квартира, так много места. Дорогие, иногда нам нужно сравнение, нам иногда нужно увидеть себя глазами Бога, чтобы увидеть, за что нам нужно благодарить Бога. Мы иногда не видим этого, а особенно, когда у нас все есть, тогда очень сложно видеть. Вот поэтому я очень благодарен Богу за то, что в нашу жизнь приходят сложные моменты жизни. Это хорошо, это называется любящий отец хочет достучаться до своих любящих детей. Мы иногда почему-то думаем, что когда приходят трудности, это какое-то наказание, это какое-то проклятие, это что-то Бог гневается обо мне. Я думаю, что Бог ревнует о нас очень сильно. И вы знаете, я хотел бы говорить о Иове, который был до начала, когда у него все было. Бог говорит, что он был праведным человеком и Иове, который был в конце. И вы знаете, вся книга Иова, она заключается в очень простом. Вот здесь вот в самом начале книги, здесь говорится о Иове, который в самом начале был. Много потрясений произошло. Все его имение было разрушено, все было потеряно. Его дети, они умерли сразу десять. Вот в этом состоянии Иов молится, он общается с Богом. В какой-то мере Бог насколько был уверен в Иове, что он, можно так сказать, поспорил с дьяволом, что Бог не проиграет, потому что он был уверен в Иове, что он благословит имя Господа. Вау! Уверен ли во мне Бог так сегодня? Мы можем называть Бога своим другом, но когда Бог называет Авраама своим другом, это совершенно другое отношение, это совершенно другое измерение. Когда мы уверены в Боге, это одно, но когда Бог уверен в нас, это совершенно другое. Но я не думаю, что Бог будет уверен в нас, пока мы не будем уверены в Нем. И вдруг в этой всей ситуации, в этом всем обстоятельстве, Я думаю, что у его было очень много мыслей, очень много разных переживаний. И вдруг подходит к нему его жена. И сказала жена ему, его, ты все еще тверд в непорочности твоей. Похвули Бога и умри. Это принцип дьявола. Принцип дьявола всегда, зачем ты держишься за Бога, когда у тебя трудности? Зачем тебе это надо? Принцип Божий, Ио говорит, он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Подождите, злого не будем принимать, получается, от Бога? Как это зло приходит от Бога? Интересно, он говорит, во всем этом не согрешил Ио устами своими. И он благословил имя Господа. Он сказал, да будет имя Божье благословенно. Вы знаете, я начинаю задаваться некоторым вопросом. Почему иногда нам необходимо такие обстоятельства, чтобы благословить Господа? Я бы хотел показать вам, кроме Ио следующего персонажа, Иакова. Иаков – это патриарх народа Израиля. Я бы хотел показать Иакова в двух местах его жизни. Давайте мы откроем 28 главу, книгу Бытие. Здесь Иаков, который взял первородство, обманным путем ему грозит смерть, Иаков убегает. И вдруг он приходит вечер, он ложится в этом месте, которое называется Вифиль. Положил камень в изголовье, и вдруг ему сон приходит. Я не буду читать, чтобы не терять нашего времени. И он видит, как лестница, и он имеет такой сон, где он видит, что прям сам Бог к нему. Ангелы всходят и выходят, он говорит, это место Божье. И здесь интересное место, когда он проснулся, в 20 стихе, 28 главы, 19. «И нарек имя месту тому Вифиль, а прежде имя его было Луз, и положил Иаков обед, и сказал, если...» Я хотел бы остановиться на этом слове «если». Мы очень часто находимся в Вифиле и используем «если». «Бог будет со мною и сохранит меня в пути сием, в котором я иду, и даст мне хлеба есть, и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Я называю это место, где Иаков торгуется с Богом. Он встретился с Богом. Мы все встречаемся с Богом. Но есть период младенчества, отрочества, юношества и отцовства. Мы все растем в полный возраст мужа совершенного, о котором говорит апостол Павел. И вдруг у Иакова была личная встреча. Он знал о Боге Авраама, о Боге Исаака. Он был очень ревностным. Но вдруг он лично, сам лично встречается с Богом. Там, где я говорил о Иове, он говорит, что «я слухом уха слышал». Но потом он заканчивает «я своими глазами увидел Бога». Вот здесь вот Иаков встречается с Богом ни слухом уха, ни верой Авраама, ни верой Исаака. Это личное переживание Иакова с Богом. И он встречается с ним. И он говорит «если». А что, если не «если»? Ну, это процесс. Поэтому, когда он встретился, он говорит «Господь, если все будет хорошо, другими словами, и ты меня благословишь, и у меня будет все классно, вот тогда я тебе буду служить, и тогда я даже тебе десятую часть дам». Интересное переживание. Давайте мы посмотрим 32 главу книги Ботиэ. Здесь Иаков встречается в Пенуэле с Богом. Это совершенно другая встреча. После того, как Иаков после Вифиля пошел в дом Лавана, он проработал 20 лет на своего тесте, для того, чтобы иметь то, что он имел, чтобы у него были овцы, стада, чтобы у него были жены, хотя он служил за одну, получил еще другую, и обманным путем, вот так как он как-то обманан, так и с ним получилось. Иаков устал уже от жизни. Прошло 20 лет. Бог зовет его возвращаться на свою родину. Бог зовет его возвращаться Иакова в его призвание, в то место, от которого Бог призвал, в то место, которое Бог привел его от деда Авраама, отца Исаака. И Бог возвращает Иакова обратно. Но Богу очень важно, стратегически важно, новый Иаков, который будет называться Израиль. Богу очень важно, чтобы этот Иаков, он не жил принципами, «Если ты меня благословишь, то я буду благословлять тебя». Мы видим жизнь Иова, когда он благословил имя Божье, даже тогда, когда не было хорошо. Вы знаете, что интересно? Здесь говорится в 32 главе, Иаков перевел своих жен, детей, через этот маленький такой ручеек, и он остался, Иаков 1, 24 стих, «И боролся некто с ним до появления зари, и увидел, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним, и сказал ему, «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Это другой Иаков. У него уже нету принципа, если получится или не получится. Он насколько понимает, что он в таком полном тупике, он насколько понимает, что он насколько зависим от Бога 100% своей жизнью. Вы знаете, пока мы будем думать, что мы еще сами по себе можем, у нас будет много потрясений, пока мы не придем и скажем, «Бог, я сдаюсь, я твой, я принадлежу тебе, я полностью принадлежу тебе, я не десятую часть тебе дам, я все 100% себя отдам тебе». Мы не можем дать Богу только 10. Это все его anyway. Это все ему принадлежит все равно. Мы поэтому должны отдать ему всего самого себя, потому что мы его. И он говорит, «И сказал, как имя твое, он сказал, Иаков, и сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Вы знаете, я бы хотел показать несколько таких очень интересных мыслей. Иаков это был человек, который задавал вопросы, почему. Но Израиль задавал вопросы, что повелишь мне делать? Что ты хочешь от меня? Это была совершенно другая личность. Но что самое интересное, Иаков вышел после Пенуэла с определенной потерей себя. Он стал определенным образом инвалидом. Он хромал на одну ногу. Хочешь ли ты познать Бога, увидеть Его своими глазами, но ты должен понимать одну простую вещь, при этом ты будешь терять себя и приобретать Его. Это намного важнее, приобрести Его и потерять себя, потерять свои мнения, потерять свои взгляды, найти в Нем, Павел говорит. Это очень стратегически важно. И Иаков здесь воспитал Рувима, который имел проблему с его женами, с Якова женами, женой, да? С Симеоном и Леви, которые были людьми горячими, которые сделали много вреда, как бы, там была такая резня и война, когда они поразили народ. Иуду, который в свое время не сильно-то был, знаете, таким радостным для отца. Было много проблем. Но когда Иаков стал Израилем, он воспитал Иосифа. Иосифа, который мог пройти очень много, что не прошел бы Рувим, Симеон и Левий и Иуда. Потому что, когда мы встречаемся лично с Богом, когда мы лично с ним встречаемся, отдаем себе все, себя, всего самого, Ему, мы меняемся изнутри. Мы уже не слышим Бога слухом уха чужого. Мы начинаем знать Бога лично. Поэтому я благодарен Богу, когда приходят проблемы в нашей жизни. Нет разницы, какие. Нету самых больших проблем и нету такого, что у одних самые большие, у других другие. Я знаю и то, что Бог из своей ревности и любви позволит прийти проблемам без каждого человека. Потому что это греховная натура человека не выбирает Бога просто так, потому что и хочется. Греховной человеке натура никогда не хочется. Но Бог позволяет своей любви, чтобы проблемы изменяли нас. Проблемы нас сделали зависимыми от Бога. И чтобы мы были зависимыми от Бога. Я хотел бы перейти в третью стадию и поговорить о невесте Христа. Вы знаете, книга Иова, она очень похожа на книгу Откровения. Потому что в книге Иова, Иов говорит, очень интересное место. В 19 главе при всех трудностях, при всех обстоятельствах Иов говорит, а я знаю, Искупитель мой жил. Он в последний день восстановит из праха распадающийся кожу мою. И я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Бога. Иов сам моими глазами, не глаза другого, увидит. Его истевает сердце мое в груди моей. Это другой Иов. Он насколько уверен, что он лично сам встретится с Богом. Вы знаете, я бы хотел сейчас говорить о церкви. Очень интересное сравнение, когда мы видим этого Иакова, который в Эфиле, который еще торгуется с Богом. Но мы видим другого Иакова, который говорит, я тебя не отпущу. Даже при том, что я потеряю свое здоровье, я тебя не отпущу. Я понимаю, что без тебя я ничего. Без тебя я никуда не смогу дойти. Без тебя я ничего не могу сделать. я думаю, что иногда мы так много можем сделать без Бога. Вы знаете, это в натуре человека. Я вам расскажу пример своей дочери, когда ей было 7 лет. Она очень сильно хочет, чтобы мы купили ферму. Она любит ферму, любит лошадь. Она говорит, папа, я сегодня молилась, чтобы Иисус дал мне лошадь. Я говорю, хорошо, а если Иисус тебе не даст лошадь, она говорит, тогда я сама куплю. Понимаете, это в натуре человека в 7 лет. Так я же говорю, ты же молилась. Она говорит, ну да, пап, я молилась, но если Иисус мне не даст, тогда я вырасту и сама себе куплю. Это в натуре человека. Натура человека. Мы не хотим зависеть от Бога. Но я хотел бы сейчас перейти, потому что еще осталось буквально 5 минут. Я хотел показать вам невесту Христа. Какой муж готов позволить своей жене хотя бы на 1%, хотя бы на 1% быть чей-то другой? Какой муж может это сделать? Когда жена скажет, я буду твоей 99%, а вот 1% я буду ходить куда мне нравится и куда я хочу. Я не думаю, что какая-то нормальная семья может работать в такой гармонии. Мы являемся невестой Христа. мы являемся его любимой ненаглядной голубицей. Мы являемся теми, которых он искупил своей кровью. Поэтому он хочет, чтобы мы насколько поняли, что мы зависим от него. Ему принадлежим. Его и есть. От него пришли и ему принадлежим. И вот вы знаете, давайте мы откроем книгу откровением. Очень много страданий приходит на эту землю. Я даже думаю, что если мы будем очень много молиться, они все равно придут. Потому что Иисус сказал, не ужасайтесь, потому что надлежит тому быть. Придет время, когда все изменится. Может даже мы не сможем так сидеть. Может мы будем совершать на других обстоятельствах. В таких обстоятельствах были наши родители, наши деды. Но это время сегодня приходит и в Америку. Оно придет в разные страны земли. Потому что Бог готовит свою церковь к встрече с Иисусом, с женихом. И какой жених или какая невеста, когда они встречаются, и мама говорит, сыно, посмотри на нее. С какого народа? Да посмотри на нее маму, да посмотри на папу там, да посмотри сколько в нее проблем. Кто из женихов или невест слушает такие советы? Никто. Потому что есть страсть, потому что есть любовь, потому что есть то, что я хочу быть с этим человеком. Что происходит в нашей жизни, когда мы встречаясь с Богом теряем эти отношения? Бог сегодня хочет, чтобы мы имели эти отношения. И здесь говорится, что они в 12 главе 11 стихе говорится, они, церковь, они победили его кровью акца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до чего? До смерти. Любовь как смерть. Как это любовь и смерть? В книге песни песней. Люто как смерть. Когда мы встречаемся с Богом, когда мы полностью в Него влюбляемся, когда мы понимаем, что мы полностью от Него зависим, когда мы понимаем, что нам ничего в этой жизни не надо. Как сказал однажды Иоанн Креститель, я мне должно умолиться и Ему возрастать. когда мы приходим в такое состояние, наша жизнь совершенно меняется. Я поэтому призываю каждого из вас, дорогие, я просто верю, что Бог сегодня хочет показать нам, что книга Иова, она в последнее время станет книгой энциклопедии. Когда нам нужна будет эта книга, потому что мы будем жить в такое время, когда мы будем понимать, Бог рассчитывает на то, что я смогу благословить Его имя. Бог знает, что я смогу благословить, я смогу любить Его. Я не предам Его, я буду верным для Него, как Он был верен для меня. Это отношение жениха и невесты, это отношение любви, страсти, смерти, все вместе. И все это имеет очень большое значение. Почему? Потому что потом вечно с Богом, потом вечно всегда. И вы знаете, когда мой сын ушел на небо, я не боюсь умирать, я быстрее хочу туда. Мне жена иногда говорит, дорогой, я еще молодая, у нас еще есть дочери, я говорю, я понимаю. Но как Павел говорит, я, говорит, и туда хочу, и с вами быть, и разлучиться хочу. Мы должны научиться жить небесными стандартами, мы должны научиться сейчас уже, находясь на этой земле, быть уже в отношениях с небесным отцом. Потому что придет время, когда мы перейдем в небесные обители, когда мы перейдем в небесные отношения. Это сейчас мы учимся этому, это сейчас мы посвящаем себя. И поэтому и Иов, который знал, как бы, Бога, праведен был, не согрешил, Бог говорит. Но Он говорит в 42-й главе, я слышал о тебе слухом ухо, а теперь же мои глаза видят тебя. Дорогие, пусть Бог благословит нас, чтобы мы сегодня действительно видели этого Бога, этого жениха Иисуса, царя, чтобы мы не боялись пришествия Иисуса Христа, а мы говорили, все гряди, Господи, мы хотели с Ним встречи, потому что мы Его, мы уверены в этих отношениях, и когда мы имеем отношения с Богом, мы не будем бояться последнего времени, мы не будем бояться войн, мы не будем бояться никаких обстоятельств, это все будет ничего по сравнению с страстью и любовью к Иисусу Христу. И Ему не нужно 10%, Ему даже не нужно 99%, Ему нужно все 100%. Мы все Ему нужны, все наше сердце. Если вы скажете своей жене, я набил тебе холодильник, я тебе положил деньги на аккаунт, я пошел отдыхать, я тебе все дал, это не те отношения. Мы нужны друг другу полностью. И когда мы в такой гармонии вместе с Богом, тогда наша жизнь не видит никаких трудностей, мы благодарим Бога за эти трудности. Пусть Бог благословит вас во имя субтитры